Всем здарова соучастники! Купили очень странный юнит, что-то большое накрытое непонятно что, а еще там есть сейф. И вот так это выглядело на фотографиях. Складская компания выставила наукцион брошенные вещи. Здесь у стены матрасы совпадают по высоте с накрытием и так выглядит, что здесь тоже много-много матрасов накрыты брезентом. Такие скошенные углы, но точно как матрасы. Много велосипедов, на полу небольшой сейф, старая пианино, какие-то постеры, ну и много разного хлама. Вроде ничего особенного. Именно так была размещена фотография, но если ее повернуть, то здесь уже можно что-то рассмотреть. И если быть повнимательнее, то можно рассмотреть здесь этот ржавый элемент. Плюс цепи. И это называется сцепная головка. Такой замок для фаркопа. Дальше от него идет рама, то есть возможно это прицеп. Как говорится, за хорошее зрение хорошая премия. А вот сейчас это уже выглядит как какой-то прицеп. Может какой-то трейлер. Что это именно такое, в каком состоянии, непонятно. Но надо обязательно поучаствовать. И если бы не этот сейф, то возможно победная цена была бы 10 долларов. А так ставки были и удалось выиграть его за 240 долларов. А с комиссией будет 270. Но если бы кто-то еще понял, что это прицеп, то цена была бы гораздо выше. Получается повезло. Евгений, ну что, посмотрим? Давай. Надеюсь, что это какой-то инкассаторский прицеп, который полностью груженный золотом, давно пропал, страховая все выплатила, а он так и остался здесь стоять. А еще плюс сейф. А еще может быть, что это плоский прицеп, на котором стоят матрасы. Тоже не исключено. Давайте проверим. О, мы сломали эту штуку. Или нет? Ладно, сейчас поправим. Ну, вроде починили. И что это, по-твоему, как не прицеп? Прицеп. Прицеп. Но видно, что немножко ржавенький. Поэтому посмотрим. Винтаж. Какие-то карусели. А здесь не документы. Уже хорошо. Было видно пластинки. Шлем для верховой езды. Не собирался ты на лошади прокатиться, нет? На выходных? Нет. 19 долларов. 20 долларов. Так что за прицеп? Какой-то пластиковый. 1986 год. Слушай, много винтажа будет. А у нас же еще есть сейф, не забываем. Но видно хозяева в возрасте очень. Судя по вещам, все старое очень. Здесь есть мотошлем. Так, может, он дальше мотоцикл стоит, а? Может. Может. Я тоже думаю, может. Давай посмотрим. Что за попугайчик? Помнишь, тупо еще тупее. Как они продали попугайчика. Скотчем замотан. Такой же был. Ну да, все говорит о том, что люди в возрасте-возрасте. Что это такое? 280 долларов. Ого. Это бьюти-бар. Что это такое бьюти-бар? И там еще и все отходили. Ну и что это? Какая-то штука. Можно нажимать. Фотоникс 2. А, что-то с глазами связано. А это глаз. Да. То есть, может, это под глазами мешки убирать? Нам пригодится. Тем более, что после некоторых праздников у нас мешки под мешками. Поэтому нам точно пригодится. Так, телескоп. Телескоп. Ух ты, хороший. Небольшая, я думаю, такая. О, смотри, с такой штукой у нас был. Надо крышечку одеть. Будем звезды смотреть. Ярт Х-60. Или можем рассматривать юнит в конец. Он глубокий. Ничего не видно там, нет? Мотоцикл. Мотоцикл должен быть. Еще один телескоп. Точно. Телескоп. И много велосипедов. Пежо, кстати. Еще Пежо. Пежо. Нет, это Пежо велосипеды. Серьезно. Настоящие. В свое время были дорогие. А вон тот, смотри, какой-то тоже с такими ручками. Такие винтажные шоссейные велосипеды Пежо 70-х, 80-х. И в проданных они за 50 долларов. Эти по 100. 150, 250, 320, 400, 500, 700, 1200 и даже 1700 долларов. Поэтому велосипеды надо будет проверить. Так что, лезть на крышу. Видишь, как было похоже? Стоят матрасы. Углы тоже как будто матрасы. Два матраса вытащим. Там пройдем? А что, сейф? Не, пустой. Но мы не раз ошибались, поэтому надо забрать и перепроверить. Вытащили матрас. Старый, грязный и очень тяжелый. Ну что, Евгений, пошли посмотрим. Приключения. Мотоцикла нет. Цепь будет странный. Колеса новые. Колеса нормальные. Он короткий. А, Квебек, он с Канады приехал. Ну, так может он и не пустой? Как открыть? А оно так опускается. Еще шлемы, шлемы. Как-то все странно. Тица здоровая была. Ого, клетка. Для белки. Для белки. О, компрессор. Еще один компрессор. О, мы такой находили. Только было без раковины, помнишь? Да, точно. Раковина. Еще какой-то винтаж. Там картины. Оказывается, замок сломан. Поэтому можно открыть. Так. Что там? Так, загляну. Ну, забить чем-то. Забить всяким хлама. Начали вытаскивать велосипеды. Этот вообще новый. Ценник на нем 249 долларов. Ну, то есть, 250 долларов за велосипед. Называется Сюзан Джей. А где звоночек? Нет звоночек. Странно, да? Корзинка есть, а звоночка нет. Как новый мюнхенский автосалон. Презентация. А, подожди, стой. Здесь должна быть музыка, и красивые девчонки это делают. Ну, короче, какое транспортное средство, такая презентация. Снимай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, такой ржавенький очень, да. Пластик. Да. Сыростью потянул сразу. Да, сейчас мы его вытащим и посмотрим, что дальше. Но колеса накачаны, уже хорошо. Он едет, смотри, он легкий. Опа. Все, поехали. Поехали. Не проходит по высоте, а это колесо не опускается. Но нам повезло, оказывается, у хозяина был новый подъемчик. Сейчас мы его соберем, прикрутим и вытащим. Все четко. Это убирается, это уже работает. Здесь опускаем и вытаскиваем. Ну, похоже, проходит. Но здесь такое одно барахло, конечно. Но зато к нему фаркопы есть сразу. И большие, и маленькие. Как раз нам пойдет. Ну, в таком состоянии не очень. Но стенки не из дерева, из стекловолокна. Рама немножко ржавая, но колеса в порядке. Менеджер сказал, что документы он на него дать не может, но мы можем забрать его на запчасти только. Посмотрим, может, сделаем на него документы, покрасим. И будет у нас свой такой мини-трейлер для какого-то мусора или еще для чего-то. Посмотрим. Фаркоп есть. Такая настоящая ковбойская шляпа. Как у крокодила Дэнди. Сделана в Австралии. Долларов 50 будет стоить. Плотная кожа очень. Киви-бэк I love Montreal. Канада, я же говорю. Много всякого барахла. И много всякого на лодку. Флажочки разные. Половичок Капитан Always Ride. Капитан всегда прав. Диме отдадим, он расстелит себе перед лодкой. Велосипед еще один нашел. Евгений, ты давно детям попугайчика волнистого обещал? Вот тебе и клеточка нашлась, смотри. Можно и к кокоду завести. Засунул руку и покормил. Потом высунул. Ну, может не все, но. Игровые автоматы. Казино. А мы думаем, для чего эти монетки? Вот, нашли много монеток. Думали квотеры, а это не квотеры. Это как раз для автоматов. Бобинный магнитофон. Кстати, и много картин. Вон какая катушка огромнейшая, посмотри. Вот эта катушка может дорого стоить, кстати. Шляпку тебе новую нашел. Сомбреро. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Смотри, красота какая. В золотых подковах. Держи. Ты хотел Макдамальдс за кофейком сгонять? Вот так можешь ехать. 75 долларов. 75 долларов стоит, да? Это может стояло внутри в клетке? Вот в этой. Смотри. Почему нет? Да, запросто. Теперь у тебя для попугайчика все есть. Для волнистого маленького откуда. А, кстати, и попугайчик был вначале, помнишь? Пластиковый такой. Нашел клад. Не. Рыбацкая кепка с акулой. Вот, осмотри, как разукрасить, на самом деле. А здесь можно еще хвост приделать вообще будет. Прицеп забрали, вывезли весь мусор. Пианино оставляем, его надо будет проверить. Еще старые велосипеды. Игровые автоматы проверим у себя. Много искусства. Пластинки. Удочки тоже проверим. Вот такие находки с одного юнита. И здесь тоже. В одном кете три ружья. А здесь с оптикой. Да. Сама старая, как эта. Видите? О, мой Бог. Байк. Смотри на это. И эта старая. И эта старая тоже. Смотри. Смотри. Одна. Смотри, я могу сейчас. Просто открывай. Смотри. 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 Это nice. Оптику надо проверить. Может быть, не дешевая. В общем, вот так вот. Раз. Два. Три. Семь кейсов. Раз. Два. Три. Четыре. 5 6 7 12 13 единиц оружия хорошая находка очень симпатично это нашли не мы наш друг нашел но вот такой попадается теперь это надо будет проверить и можно продавать красиво они перезвонили сказали оружие проверили не было ничего супер дорогого но все это теперь можно продать вот так 13 единиц оружия в одном юнте но самая большая находка оружие которую мы лично знаем среди наших знакомых в одном юнте было 96 единиц начиная от пистолетов заканчивая пулеметом и все в кейсиках все новое видно вывезли оружейный магазин и за ним не вернулись там были экземпляры которые стоят по несколько тысяч и эту находку оценили минимум в 50 тысяч долларов на самом деле хранить в юнитах оружие запрещено но многие этим правилам пренебрегают поэтому попадается попадается было очень красиво человек у себя на бакьярде разложил все кейсы и возле бассейна ступить было негде стволы и стволы и стволы и стволы вот так вот 96 штук он показал но фотографировать и снимать запретил но было очень красиво ну что давайте откроем сейф на пустой это доказательство того что не все они золотом вообще смотреть не интересно но такое тоже бывает вот всем здорово соучастники евгений всем привет в общем какая история делали ставки на разные юниты этот юнит мы проиграли а тот кто его выиграл за ним не явился вот такие были фотографии на аукционе барабаны здесь динамики здесь сабвуферы их состояние очень хорошее это панель с колонками и еще два ящика в которых тоже может быть подобная электроника в итоге этот аукцион закончился с победной ставкой тысяча тридцать долларов человек который выиграл не оплатил и предложение по максимальным ставкам отправили предыдущим участникам а наша максимальная ставка была 180 долларов и мы были первые кто успели принять это предложение и в итоге мы забрали его за 180 плюс комиссия будет около 200 но в общем можно считать что вот так повезло вот такое представляешь какой звук ну от барабанов кстати тоже это выглядит как панель в автомобиле знаете когда тюнингуют машины и ставят такие панели с колонками ну такие очень громкие на автошоу такие автомобили часто показывают кстати может это тоже выставочный вариант наверно тяжелый она тяжелая но все равно давай тащить сначала бархожим кстати тоже хорошо продаются сколько набор около 1000 долларов ну да барабанов полный комплект колоночки 8 дюймов это 6 половиной дюймов все можно все в машину будет поставить в твой prius вот это вот панель так чтобы эти стекла повылетали а вот это на крышу установишь тарелку параболическую но такая тиви антенна еще барабан тоже усилки 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 да не все сняли но смотри все одна компания я думаю что это были какие-то выставочные образцы угол тяжело надеюсь это не будет легче нет не будет 12 тенчей 4 на 4 ну кстати это не дешево стоит хорошо угу я думаю что это будет очень громко это все сабвуферы вот это вот одиночные а это уже двойные и здесь тоже усилители колонки ну все твой prius просто разорвет ладно ну что забираем так что ставим машину проводочки есть а можно электрогитару подключить вот к этим сабвуфером в общем забираем к себе а у себя будем тестить надо будет окна уплотнить чем-то чтобы не прозорвало но понятно евгений сразу поставить свою любимую один раз год сады цветут надо что-то посерьезнее такое чтобы с басами 5 басов добавить это тоже клонки для маленьких прикол я думал так это турбина а это тоже колонки 150 ватт и сверху еще был какой-то услуг скорее всего что это была какая-то выставка компания привезла продукцию на выставку потом сложили товар и за ним не вернулись больше того тот кто-то купил за ним не пришел и следующий человек который с ним бился ну что делать придется это продавать нам повезло повезло ну продадим продать этот товар очень хорошо подается но что люди любят музыку этого не отнять ты тоже любишь музыку один раз год сады цветут так хорош хорош опять завелся хорош хорош купил очень странный юнит непонятно что внутри вот так это выглядело на фотографиях что-то накрыто одеялом еще одно что-то неизвестное но здесь в углу картины но вроде не принты выглядит как оригинальные работы с этой стороны тоже вроде картины непонятно оригинал или нет но общем что под одеялом неясно но в описании было указано что там внутри матрас и кровати и искусство матрасов здесь не видно но под одеялом запросто может быть какая-то раскладная кровать а еще менеджер мог указать эту позицию потому что здесь просто одеял такое тоже может быть и решили все-таки поучаствовать тем более что все увидели позицию матрас и кровати и этот юнит ушел недорого за 130 долларов а с комиссией 140 так что кровать или все-таки не кровать может какая-то большая раскладушка или просто дело так там картины все сходится здесь картина но это масло но и по этим видно что то тоже масло не какое-то стекло ухты не кровать все картины вот это круто пронумерованы могу могу ну думаю что удачно ну по крайней мере не кровать так уже хорошо ладно это снимаем красиво все оригиналы все масло а это такая картина есть на стекле вот такой цветок 83 год похоже что это все один автор и это тоже может было на какой-то выставке это непонятно ну вроде неплохие работы кстати 83 81 но все масло масло здесь корида тоже масло картины все пронумерованы здесь номер 41 вон вижу номер 43 это значит вполне возможно что их здесь 40 штук даже в таком состоянии а что в коробке надо вытаскивать смотри тяжелый на это все автор этих работ коробочка какая интересная возможно там краски хотелось бы конечно чтобы половой серебро но скорее всего краски кисточки ну понятно теперь не закрывается не той стороной открыл просто норман роквелл селф портрет автопортрет 78 год кстати может быть не дешевый штука и вот такая фигурка в проданных 50 долларов 75 130 долларов за 60 можно продать еще работа на бумаге такой грустный клоун сидит малярина немножко пропорции нарушены но так принципе есть хорошая работа вот еще клоун клоуна кстати хорошо продаются поэтому пойдет попытались найти автора не получилось а эту себе на стену повесим 1 1983 год такой моряк со стаканом и с девчонкой пойдет к нам в коллекцию что получилось по картинам это хорошо что их не было видно потому что люди когда на аукционе видят картины маслом ставки такие как будто лувр вывез свои лучшие работы на самом деле оказалось что художник совсем неизвестный и эти работы особо дорого не стоит недорого но все равно их можно продать не по 1000 долларов конечно а так может долларов от 50 а их штук 30 вот и получается где-то полторы тысячи долларов ну может так где-то 1000 с хвостиками будут стоить в общем с этого юнита 1000 долларов чистыми можно получить тоже повезло что внутри была не кровать картина это куда лучше правда не работает работает ну что хочешь себе в пивус поставить ой ой осторожно а тут так играл аж повыскакивали посмотри надо будет на место поставить но играет хорошо принципе все рабочие хорошо такой вопрос сколько стоит пошли оценивать этот одиночный 250 двойной 350 это 200 150 этот 200 и один уже 150 продали это только сабвуфер да хорошо еще колонки и усилители есть новая а есть был новых на тысячу новых на 1000 а буш на а буш на долларов на 300 400 но то минимум до до барабан барабаны барабаны с барабанами вышла такая история оказалось что то не та модель которую мы изначально оценили это набор подешевле и он без стоек сколько за весь комплект 500 долларов на один уже продали это кстати кольцо бутылки открывать точно точно барабана плюс 500 хорошо не не ну с этим юнитом тоже повезло если даже он забрал его за тысячу все равно был бы в плюсе а за 200 так это вообще велосипеды уже все продали остался один только но ты видишь здесь даже оригинальная бутылка пожил насколько продали на 4 винтаж винтаж я тебе говорил 20 не в 50 в общем велосипеды плюс 450 три семерки повезло смотри три семерки набросаем так как не работает а у тебя не у тебя что-то непонятно давай еще раз о повезло тоже выпало что в общем автомата не работает почему-то но я полностью и открылись они с трудом включаются на выдает какую-то ошибку можно продать как есть а можно пытаться ремонтировать 100 долларов а еще три семерки вот это фартит до бонус тик 2300 с и там был такой бобинный магнитофон сколько стоит на запчасти 200 долларов а если был рабочий 500 а у нас не работает жалко а еще там были компрессоры инструменты долларов на 200 а удочки удочки с катушками плюс 100 и было такое старое пианино казалось что это не пианино оказалось что-то орган там меха внутри все дела и было много таких рулонов мы сначала подумали что-то от него оказалось что нет это рулоны от старого электро пианино а мы хотели в орган их всунуть видишь видели фильмах там где старая пианино самой играют разные мелодии вот оказывается как это происходит до-до-до-ре-ми ты же но ты читаешь что здесь это франк сенатор как ты понял лучше хит его здесь написано точно написано франк сенатор здесь даже текст есть да это короче караоке старая караоке точно эти рулоны есть коллекционные не все конечно некоторые ничего не стоит на есть которые стоят дорого у нас осталась целая коробка но два набора мы уже продали один набор 22 штуки продали за 75 долларов еще один набор 25 что продали за 81 в принципе они продаются сколько еще в коробке долларов на 150 ну окей плюс 150 а мы в орган пытались засунуть а кстати и прицеп в таком состоянии можно быстро продать долларов за 500 а если привести в порядок то уйдет за тысячу но давайте оценим в 500 долларов вот так повезло с этими тремя юнитами не забудьте проверить лайк и подписку на канал это графин handmade crystal и осср такой старый советский графин у каждого директора школы такой в кабинете стоял и в прошлом выпуске у нас был розыгрыш таких часов кассио вот победный комментарий кто выигрывает эти часы поздравляем победителя пришлите нам номер вашего кабинета сайта с и на диване эта компания подправки товаров из сша они упакуют и отправят вам ваши часы а сегодня давайте разыграем такой черный j-shock зелеными стрелками добавьте ваш комментарий ключевое слово какой музыка музыка колонок много да и ваш комментарий будет участвовать в розыгрыше этих часов следующем выпуске вот такой сегодня был выпуск всем огромное спасибо за просмотры нет войне мы всем желаем крепчайшего здоровья берегите себя всем пока всем пока пока